Скажите, а вчера кушали? Вчера? Да. Воду пил святую. А сколько вы из дома не выходите? Ну, молодец, хорошо встаёте. Только хлеб и вода, и так уже несколько месяцев. Он вспоминает, на фронте и то паёк был лучше. Сегодня молока попил, принёс участковый. Сил хватает только до соседки дойти. Она лучший, а скорее единственный друг. Чаем напоит, беседу поддержит. Но сил всё меньше и меньше. Скажите, а давно он в таком состоянии? А вот, наверное, с год всё ходил. В лес ходил и всё время всё ходил. Вот только год такой он. Иногда посидит на качелях, на автобусной остановке и снова возвращается домой. В квартиру, где нет ни радио, ни телевизора. Да и обстановка, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Такое ощущение, что время здесь давно остановилось. Под кроватью залежи песка и веток, на постели нет белья. Прибраться в квартире сам дедушка не в состоянии. И вынужден в таких условиях встречать праздник Великой Победы. Жена умерла, дочь уехала в другой город. Племянник давно не навещает. На старости лет фронтовик остался один. А ведь он даже попить не может самостоятельно. Руки уже не слушаются. Нанять уборщицу, купить телевизор и нормально питаться. На пенсию фронтовика можно было бы жить вполне достойно, но денег ветеран практически не видит. А я все раздаю пенсию. Мужикам придут, которые проведут. Кому раздают? Проведут, придут меня в другой раз. Вот у меня племянник есть, живет в городе. Я ему позвоню, он придет мне, принесет поесть в неделю раз. Ему тоже некогда. Работа, куда пойдешь? Стукаются ночью пьяные. В смысле стукаются? Стучатся в дверь? В дверь стукают. Денег просят. Вот в зале 19 тогда тысяч, говорит, милицию вызывала. Осенью у ветерана похитили и боевые награды. По словам соседки, именно тогда фронтовик заметно сдал. Но только сегодня на его пороге появились социальные работники. Здесь виноваты все мы. Понимаете, давайте разбираться. Не надо никак в социальном службе. Я рассказала, отчего мы можем, никак не надо. Мы все можем вам. И постирать, и погладить, и кашку сварить. Не надо никаких, все вышло в вашу. Боится чужих людей, за порог не пускает. Почему не говорит? Ни полицейские, ни соцработники не смогли добиться от старика правды. Какая-то опасность есть у него. Мне кажется, он не договаривает чего-то. Чего-то он боится и очень сильно боится, когда он уже у нас попросил выйти. Поэтому мы попытаемся взять его на контроль, а там время покажет. Ежедневно будет осуществляться контроль, выход, то бишь, к нему по месту жительства, беседа с данным гражданином. Если что-то будет, будут информации передаваться в соцслужбы. Сейчас по всей стране звучит «Никто не забыт и ничто не забыто». Но он стал исключением. И на парад «Победы» Сергей Магазов тоже не пойдет. Выбраться из дома без инвалидной коляски ему не под силу. Людмила Алексеева, Игорь Трифонов. Новости Вологды.